Проблема дефицита социальных проектов особенно остро сегодня стоит в сфере образования. Есть два пути, которыми идет муниципалитет. Участие в краевых и федеральных целевых программах и государственно-частное партнерство. В планах реконструкция школы номер 6 с выделением блока начального образования на 400 мест. Строительство нового здания школы в Анапе по улице Спортивной 35В на 1110 мест. Есть еще проекты, но реализованы они могут быть только на условиях софинансирования. Строительство среднеобразовательной школы по улице Ленина 191. Там мы прошли государственную экспертизу и сегодня мы можем строить объект, стоит 546 миллионов. 396 детей туда могли бы войти уже при условии построения этой школы. Но на сегодняшний день мы не вошли в программу в Министерство образования. И здесь рассматривался вариант у нас на рабочих группах. Ну, так скажем, благотворительное строительство не одним, а несколькими инвесторами школы для юных анапчалов. Усугубляет ситуацию позиция большинства застройщиков. Буквально игнорирование социальной сферы. Сколько детей будет в этом комплексе? Одному богу известно, я тебе расскажу. Там 2000 детей будут. И куда они пойдут в школу, я хотел бы отважить. И какие инвестиции? Что вы синвестировали в Анапу? Ну вы же анапчанин. Вы же здесь родились и живете в Анапе. Вы рассказываете, что инвестиции. Что это за инвестиции? Инвестиции это когда вы построили кондитерскую фабрику, она конфеты делает для людей. Вот это инвестиции. А когда вы построили жилой комплекс, говорите, какая там зеленая зона будет. И где она там, эта зеленая зона? Пять деревьев стоит. Законодательство жестко регламентирует исчерпывающий перечень документов, которые должен предоставить застройщик для получения разрешения на строительство. И в нем не предусмотрено такое условие, как строительство социальных объектов, на что и ссылаются строители. Мы получили разрешение на строительство, прошли все экспертизы. Вышли на строительство сейчас, то есть согласовали декларацию. То есть мы не перепрыгивали никого, мы прошли все инстанции. Однако ситуацию будут в буквальном смысле ломать. С инициативой предусмотреть такое условие в законе перед краевыми законодателями выступил глава Анапы Юрий Поляков. А застройщиков призвал не обманывать покупателей. Я хочу обратиться вообще ко всем застройщикам. Дают рекламу. Мы строим такой-то комплекс. До школы 150 метров, до садика 200 метров, до моря 200 метров. Мне просто интересно, а что вы рекомендуете наши муниципальные школы? Вы что, построили их эти школы и садики? Что вы рассказываете, там 100 метров до садика или 100 до школы? Вы что предлагаете людям? Потом эти люди ходят к нам сюда стучаться. Нет садика, нет школы. Совет депутатов озвучивает обращение к застройщикам и рекомендации в адрес администрации. Тщательно анализировать строительную документацию, провести ревизию всех инвестсоглашений на предмет социальных гарантий и контролировать условия договоров. Совет муниципального образования настаивает, и, насколько я понимаю, администрация нас поддерживает, о том, что мы сегодня на территории нашего муниципального образования привлекаем, призываем, приглашаем только в социально ориентированный бизнес. Бизнес, который готов вкладывать свои инвестиции в социальную сферу и в развитие муниципального образования. Не в развитие своего бизнеса, а в развитие муниципального образования. Это только первый серьезный шаг в решении назревших проблем. Работа будет продолжена.